Вчера, 7 июля 2015 года, в Деснянском районном суде города Киева состоялось первое заседание по иску бывшего заместителя главы МВД Украины Арсена Ивакова Сергея Чеботаря, против меня руководителя дорожного контроля Росислава Шапошникова. Напомню, что предметом иска является одна из статей, которую Чеботарь просит опровергнуть. За неделю до суда я направил в суде заявление о том, что я официально не получал никаких исков, не получал повесток, поскольку я нахожусь на территории США, проживаю здесь, а иск был направлен по адресу в городе Киеве, где я проживал раньше. То есть, ну, фактически я от прочиталена никаких заявлений не получал, потому объективно я официально не уведомлен о том, что этот суд действительно, как бы, ну, должен быть состояться. Об этом в суде я делал анонс на Фейсбуке, просил людей прийти поддержать, ну, то есть прийти, как бы, показать, что вот есть поддержка, несогласие с действиями МВД, но в суд пришел только один человек с Фейсбука, остальные решили это дело проигнорировать, видимо, у них были какие-то более важные дела, хотя было там куча лайков, куча комментариев, что вот, да, вперед, борьба с коррупцией, но, в принципе, никто на суд не пришел. Пришел в суд мой адвокат, адвокат дорожного контроля Виктор Смолий, который там пытался немножко записать это все на видеокамеру своего мобильного телефона. Ну, собственно, судья зачитала мое заявление, давайте послушаем, как бы, вот, вкратце это вот, что, что судья зачитывал. Как я находюсь на территории США, я не отриваю до суду копии ухвали, при восхитии проведения за позем 4, не отриваю копии позу, а также повестки проведения до суд. За руководством этого я не могу ознайомить, что с правой, а также принимать участие в суде в заседании, что я порушен в моих правах, предназначена статья 27 ЦИВИЛЬНО ПОДОКС Украины. Кроме того, неведомо на поставе, яких самих документов, позывающий ВТР, визначен, что я проживаю за адресами из таких, прочих, зазначенными позывными заявлениями, это заявление вызвало какую-то неадекватную реакцию со стороны адвоката Чебатаря, который стал сразу хамить в мой адрес и заявил, что это неправда, о том, что я проживаю на территории США. Ваши честь, можно реплику? Я извиняюсь. Ваши честь, можно реплику? Я извиняюсь. Представник позывающийся надав пояснение. У меня есть реплика с приводу того, что он надал. Ну, по-перше, Шапочников не є маленьким журналістом, я вам скажу це. По-друге, щодо стосуються заяви, так я вам скажу, що в матеріалах справи, як я бачив, є наявний конверт, є наявна відмітка, що вона направлена зі Сполучення в Штаті в Америкі. Тому на які можуть ще бути докази? У нас в Америке в Америке, по питанию послугами передача, я знаю, для отримання позывною заяви, з домосилю не оплачався к миру. Ми направляли ему копію позывною заяви. Добрый, спасибо. Мы выполняем, здесь поднялку, шапочка, вы распусти ее заявку. Они с Киевской почты. Ну, какой-то просто это полный бред. В общем, суд перенесли на 30 июля. Я надеюсь, что на это, следующее судебное заседание, все-таки придут люди, поскольку, я вот так вижу, наблюдаю, что люди, в основном, очень сильно много комментируют на Ютубе, на Фейсбуке, лайкают. Что вот, да, борись с коррупцией, то есть мы там боремся с коррупцией, за это получаем уголовные дела, за это получаем судебные иски. Хотя нам это 300 лет не надо, мы это делаем не ради себя, а ради людей, показывая коррупцию МВД Украины. Но когда, собственно, просишь людей прийти на судебный иск и просто постоять там, поддержать, то почему-то не находится никого, кто бы это мог сделать. Не совсем понятная ситуация лично для меня, но как бы есть как есть. Потому как бы я прошу адекватных людей все-таки прийти на следующее судебное заседание, потому что это нужно не мне лично. Мне вообще, как бы, ну, я живу в США, мне о том, что там творится в Украине, знаете, плюс-минус. Я, то, что я сделаю здесь, я пишу там заявления, я пишу там иски в суд, я делаю это не ради себя, я делаю это ради людей. Потому что я понимаю, что очень тяжело сейчас жить в Украине, и коррумпированные чиновники реально издеваются над народом. Я не могу находиться в Украине, поскольку против меня возбудили ряд уголовных дел. Ну, находясь в США, я все равно продолжаю писать судебные иски, готовить материалы, заниматься расследованием коррупции. Потому я думаю, что просто прийти в судебное заседание и поддержать, это самое маленькое, что вы можете сделать, как бы, ну, в процессе этой борьбы. Поэтому, пожалуйста, приходите на судебное заседание, отвлекайтесь на те анонсы, которые делают дорожный контроль.